окей нам господа мы сегодня начинаем новую главу 38 глава у вас в книжках на 218 странице и так с 35 по 37 главу откройте книжку с 5 по 37 главу алтар эбе уделял внимание тому чтобы объяснить что самое главное в этом мире самое важное в этом мире то для чего этот мир был сотворил это практические заповеди заповеди которые выполняются путем действия и на самом деле показал что любая заповедь выполняется путем действия пусть это будет интеллектуальная заповедь или заповедь которая заповедь речи мы будем сегодня как раз говорить об этом что в любой западе нужно необходимо действия и тем самым как бы он показал что что имеется ввиду что весь мир сотворил именно ради этих заповедок весь мир сотворен для того что создать жилища всевышнего в этом материальном мире соответственно мы должны использовать этот материальный мир для выполнения желания всевышнего это на самом деле если вообще можно сказать это это чаде мой знакомый как бы сформулировал что такое пытался сформулировать что такое удаизм и самом деле алтаро об этом сам говорит что иудаизм это наполнение материальных рамок духовность и то есть что такое да есть прям люблю все что вокруг нас мы используем для работы на всевышний и это и есть назначение творения мира и а так как заповеди это и есть желание всевышнего то они являются проявлением того желания всевышнего речи он сотворил этот мир именно с помощью заповеди мы используем этот материальный мир для наполнения его духовности или точнее для создавания места в котором может находиться бесконечный божественный свет и сейчас мы начинаем глава начинается своего рода подведение итога важности практических заповедей заповедей которые выполняются действием и алтаре бы уделяют внимание начале подводя итоги главное в итоге если мы говорим о практических заповедей что же тогда и такой итог это лоха это законы которые связаны именно с выполнить практическим выполнением западнее он подводит итог тем что он говорит о а локе связанный管 заповедей то есть что значит даже те заповеди которые казалось бы выполняем интеллектом выполняем речью так далее мы что значит практическое материальное выполнение выполнения зап구나 и может создаться впечатления что как бы алтаре бы полностью отвергает идею духовной работы. Духовной работы, как бы, работы нашей души. Все, тахлес, все, дугри, все, типа, только действия, а то, что ты думаешь, это никого не колышит. На самом деле, можно сказать, что это полностью противоречит идее хасидизма. Ведь получается, что мы сейчас будем, как бы, читать у Алохи, которая тоже Алта-Реба уделяет достаточно внимания, получается, Алта-Реба сводит выполнение желания Всевышнего к какой-то формальности. То есть сплошная формалистика. Он говорит, главное, как это выглядит. А то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь, что никого не интересно. Это, по идее, противоречит вообще всей идее хасидизма. Ведь вся революционная идея хасидизма была в том, именно перечеркнуть эту формалистику, которая состоялась в протодоксальном иудаизме, когда никого, ничего не волновало, кто ты и что ты, какая у тебя душа, и главное, там, штампуй заповеди, и будет у тебя, там, 72 девственницы, или сколько там, в раю. Но, конечно, алта-реба не перечеркивает эту идею. Одну секунду, прошу прощения, это важный звонок. Алло? Да, Ян. Да, да, все готово. Я говорю с Мойлем, он будет здесь. Приходите. Окей. Все есть. Главное, что всех, да. Главное, что хорошо все чувствовали. Ну, естественно. Хорошо, Ян. Да, да. Наверх, ну, вы придете, вы увидите, мы здесь будем. Да, Вин, до встречи. Прошу прощения, просто завтра Брис, у нас сегодня будет утром. Папа волнуется. Не может быть. Волнуется. Да. А ты знаешь, что это, люди, которые учились в истории? Да, 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 у меня сегодня на однокласснице стоило. Окей. Все надо было. Да. Окей. Так вот. И, естественно, Алт-Араба не перечеркивает всю революционную идею хасидизма. И дальше, то, чем мы будем заниматься, он будет говорить именно о духовном аспекте именно практического выполнения заповеди. То есть, о аспекте том, что значит, что значит использовать этот материальный мир для распространения Всевышнего, что значит наполнять материальные рамки духовности, что значит взаимоотношения между телом и душой. И давайте начнем читать. И, как я сказал, первая часть главы, небольшой кусочек, посвящен именно законодательному вопросу выполнения практического материального выполнения заповедей. Итак, мы начинаем. 38 глава, с самого начала. From the top, так сказать. Окей. Все готовы? Поехали. На основе всего, что мы сказали, станет ясно, особенно ясно, аллоха, закон, который упоминается в Талмуде и в законодательных источниках. Вот так, правильно. С самого начала? Да, с самого начала. Мы только начинаем. Мы на прошлом уроке закончили 37-й. Есть? Что нет? Ты видишь, где? Что мы живем? Баталмуд? Да, да, закончим. Баталмуд пуским. Внизу, внизу. Ну, сначала. Есть? Так вот, на основе того, что мы учили с 35-й по 37-ю главу, где описывалась важность именно практического выполнения заповеди, станет ясно следующая аллоха. Какая аллоха? Она упоминается в Талмуде. Дэйргур лавки дебур дамы. Что желание, оно несравнимо с речью. То есть, что имеет в виду мысль, то, что ты думаешь, что нужно сделать и так далее, ее нельзя сравнить с речью. В данном случае речь выступает как практическое выполнение заповеди. О чем идет речь? То есть, алта-реба специально говорит именно о речи. Почему? Потому что с практическими заповедями мы разобрались раньше и понятно, что тут нужно именно действие, не важно, что ты думаешь. Но когда ты говоришь, по идее, ты должен думать, о чем ты говоришь. От каких заповедей идет речь? Как говорить шма, молитва, учение Тора и так далее, которые выполняются именно речью. Алта-реба здесь подчеркивает именно, что даже речь в данном случае является действием. что даже если имеется в виду, что мы сейчас будем читать, потому что даже если ты читаешь про себя и все понимаешь, это не является по алохе. Мы учили эту алоху, если кто-то помнит, несколько месяцев назад мы учили эту алоху из Шухану-Халта-реба о том, что в изучении Торы необходимо для изучения Торы именно проговаривание. В данном случае проговаривание это самый материальный аспект в изучении Торы. Понятно, что нужно интеллектуальная работа, нужно понимание того, что есть, но главное это проговаривать. В данном случае Алтарова подчеркивает, что даже речь является материальным действием по выполнению завтра. То, что ты читаешь, то, что ты учишь. Поэтому принято учиться в Хаврусах. Потому что когда ты учишься в Хаврусах, имеется в виду с партнёров, то не все умеют телепатически общаться. Ты не можешь сидеть, читать про себя Талмуд и мысленно обсуждать со своим партнёром то, что вы учите. Поэтому необходимо проговаривать. Рабятки, вы именно поэтому и установили. Более того, не считается, что ты выучил этот отрывок, если ты не проговорил то, что ты выучил. Для этого у тебя есть партнёр, чтобы ты ему говоришь то, что ты понял. Пусть даже у тебя полностью уложилось в голове. Пусть твоего партнёра полностью уложилось в голове то, что вы прочли. Но пока ты не проговорил то, что у тебя уложилось в голове, это не значит, что ты выучил. Когда учатся в Хаврусах, читают по очереди. Один читает одно предложение, другой читает одно предложение. Читает один кусочек, другой читает другой кусочек. То есть есть постоянная интеграция, постоянное взаимодействие. И практический пример. Им кара крия шма бамахшавато вебали боли в ад. Что если человек прочел крия шма, шмай сраэль. Будем читать шмай сраэль. Если ты про себя даже прочел шмай сраэль и даже абду. То есть ты используешь все кавоны, о которых мы учили перед шаббасом в наших уроках. И дальше он говорит, беколь кокова нато. И даже если ты полностью задействовал все свои силы, намерения, подсознания для того, чтобы прочесть этот шмай. Но ты прочел его про себя. Ло я ца лидей хобато. Ты не выполнил заповедь. То есть если ты читаешь шма для того, чтобы выполнить заповедь в адибар тем бам. Как мы знаем, шма написана и будете говорить эти слова. То есть заповедь из стороны читать шма. Два раза в день. Да? Утром и вечером. Если ты читаешь шма для того, чтобы выполнить эту заповедь. И ты хорошо подумал. Все понял. Там все, кого нас, да? Кто помнит? Четыре кого нас каламны, которые должны быть шма. Там что выполняешь заповедь. Что это все. На всем шамаем. Что ты принимаешь на себя желание Всевышнего. Что нет никакой разницы между там Всевышним, который написал сокрытием. И что желание, что Всевышний проявился в этом мире окончательно. Ты все это продумал и просто так сконцентрировался на этом и промедитировал. Но не сказал – пролетел. Ты не выполнил заповедь. Если ты читаешь шма как изучение Торы, то еще… Ну, тоже не выполнил, на самом деле, заповедь по полной алохи. Но если ты читаешь это для молитвы, как написано в Эдибар тембам. Что написано по поводу этой заповеди? И будете их говорить. Подожди. Зава и чтение шма – это не слушай, слушай, это не заповедь. Слушай, это лозунг. Это лозунг, который в декларации, о которой мы говорим. А заповедь о том, что нужно читать шма, заключается в словам Эдибар тембам. Будете их говорить. Заповедь о том, чтобы говорить. Думать это хорошо, но нас хотят, чтобы мы говорили. Значит, надо говорить, да. Вопрос. Если ты говоришь проклана, ты ее не слышишь. А ты ее читаешь? Как это не слышишь? Скажем, ты слушаешь мучши. Ну, во-первых… Окей. Давайте чуть подождем, потому что дальше… Работает отбойный молоток. Да. Давай дальше будем говорить о взаимоотношении ковон и того, что ты слышишь в голове и то, что ты говоришь. Мы дальше будем говорить об этом. Ну, я просто слушаю Шевру и все готовлю завтрак. Честно тебе сказать, лучше сделать паузу и сказать Брохо. Потому что… Да все ты должен слушать. Да все ты должен слушать. Ну, как ты понимаешь, ты говоришь Брохо? Благословен ты, Всевышний. Подожди. Всевышний наш. Я не об этом… Уреди они об этом говорю. Я говорю, что ты говоришь благословение. Благословен ты и Всевышний наш, Владыка Вселенной, да. Потому что он наш Бог, поэтому он Владыка Вселенной, ты обращаешься к нему, но ты как мощь Шарабейну. И так далее. Да. И при этом ты слушаешь что-то другое. Ну, тоже про него. Окей. Ну, я же там глухо, глухо не мы или… Ну, забудьте, если ты на свадьбе играет музыка, то я благословляю, что я не знаю. Сливку покупаю. Не, ну… Есть некоторые Брохо, которые не подходят. Да, если ты на свадьбе говоришь Броху в этот момент, биркаски души, но в этот момент играет музыка. Или там ты говоришь ритмику Тэш, что свидетели не слышат, проехали. Конечно. Поехали дальше. Да. В царих лохзор, да, что если человек… И должен вернуться и прочесть еще раз. Если человек подумал, сконцентрировался, промедитировал, но не сказал, не считается, что по Аллохе он должен еще раз прочесть шмайс-райт. Ну, по алохе на самом деле только первый посох. А нет, нет, сори, нет. Все, все же моя история, это другая алох, наоборот. Все, если ты не произнес, даже если ты очень хорошо подумал, ты должен заново читать, точно так же, как первый, тут дальше будет говориться. Дальше. И также благословение после еды, как мы знаем, у нас есть только одно благословение, которое у нас заповедь из Торы, говорить это благословение, это какая? Благословение после еды. Перкат Амазон, так оно написано. И также в благословении после еды, которое из заповеди из Торы, как мы знаем, что это заповеди из Торы, так написано, «Вэхальта, вэсавата, вэберахта». Да, что есть и покушал, насытился и благословил. То есть это единственная проблема, которую мы знаем, что нужно говорить из Торы. Соответственно, если ты имел в виду сказать, как знаете, иногда мои ученики, которых я заставляю периодически говорить, «Верка Самозан», хотя бы когда мы делаем там парис в классе, а не в общей столовой, то они говорят, «Ой, я скажу спасибо Богу, спасибо, было очень вкусно, все». Это недостаточно, ты должен сказать благословение. Должно быть сказано именно благословение, так как оно и есть благословение. Да, и так же во всех остальных, вот у тебя стив ответ, во всех остальных благословениях, которые от наших мудрецов, то бишь благословение перед едой, которое у нас заповедь от наших мудрецов, не заповедь из Торы, точно так же должно быть проговорено. Тебя не обязательно слышать, потому что ты не отвечаешь «Амэйн» на свое благословение. Окей, так если ты говоришь, но ты не услышал фанк, ты не слышишь свой голос, но ты слышишь то, что, как бы внутренний голос, то, что в голове. Окей, дальше. «Вебетфила», да, и так же в молитве. Молитва в данном случае имеется в виду в Шмонайсе, да, как мы знаем, молитва. Почему Алтарабы говорится именно о таких вещах? Обратите внимание по поводу молитвы. Молитва Шмонайса, что говорится, какая-то работа? Молитва – это работа в… Кто помнит? Тфила, Вуда, Шеба… Балев. Молитва – это работа твоего сердца. Имеется в виду, что ты вкладываешь свое сердце именно в молитву, в Шмонайсе, идет речь о Шмонайсе. При этом говорит Алтарабы, что при том, что написано, что это заповедь, заповедь, которую ты должен выполнять своим сердцем и так далее, мы сейчас отнесемся к этому моменту. При этом, если ты ее не сказал, и сердце тут ни при чем, заповедь не выполнил. Он одно, как бы, Алтарабы специально берет крайние моменты, где мы знаем, что Шмайсраэль, ты должен быть в виду, когда ты говоришь первое предложение. Ты должен задумываться, когда ты говоришь первое благословение Шмонайсра. При этом Алтарабы говорит, что необходимо именно проговаривать. И более того, он говорит, смотрите. И если он произнес в речи, но не был, не сконцентрировался на том, что он сказал, не было подсознательной работы, не было кавоны, я цаидэй хавато бидиават, выполнил заповедь бидиевит. Все знают, что значит бидиевит? Кто не помнит, что такое бидиевит? Окей, самый простой пример, что такое бидиевит, это есть длехатхила и бидиевит. Длехатхила это так, как положено, бидиевит это не так, как положено, но окей. Например, если ты ешь чипсы, какую броку ты должен сказать на чипсы? Адома. Но если ты сказал шаколь, это бидиевит, то есть адома, это то, оно растет на земле, поэтому ты должен сказать броку Адома. Так, теперь, если ты вдруг перепутал, сказал шаколь, кстати, раз мы уже говорили, есть чипсы, на которые нужно говорить шаколь. Почему ты в Наталье, в предводителе писать, какая броку? Самые вкусные. Какие самые вкусные чипсы? Единственное, у которых есть рик, Принклс, на них нужно говорить шаколь. А почему они с крахмала делают? Принклс, шакол? Конечно, эти делают из картошки, а... Не-не-не-не, ну что? Принклс, окей, хорошо, нет? Но на Принклс, а? На Принклс нужно говорить шаколь. Да, конечно, делать картошки, но не так. На Принклс нужно говорить шаколь. Браво, если ты сказала дома, на чипсы ты выполнил это лехадхила, если ты сказал шааколь, ты выполнил это бдевы, то есть шааколь это на все, все как что значит благословен шааколь, баруха тажа макиям малахов лам, шааколь не аби двороб, благословен ты священна благо вселенной, что все происходит, все существует благодаря его слову, все существует, даже то, что на стороне земли и на дереве где угодно, то есть это будет правильно сказать, но не так как положено, это бдевы, лехадхила, лехадхила это сказать о доме, так же самое и здесь, лехадхила, выполняется заповедь молитвы, тогда когда ты говоришь и думаешь, бдевы, когда ты только говоришь, не выполняется, когда ты только думаешь, капишь? по-моему, очень ясно и просто, да, есть некоторые исключения, мы сейчас говорим о лохе, о которых мы сейчас упомянули, да, и человек не должен заново читать молитву, читать шма, заново изучать, если он не сконцентрировался на том, бдевы, он выполнил заповедь, ну, как бы, крахцы нам выполнил заповедь, да, покряхтел и выполнил, да, то есть это не, да, это как на запорожце есть, да, как со скрипом, да, или как на запорожце, тоже со скрипом, да, да, бдеват, кроме, есть определенные исключения, первое предложение шма, то есть шма Исраэль должен думать, когда ты говоришь, да, и первое благословение молитвы шмунайса, да, то есть ты должен сконцентрироваться, нас много не просят, хотя бы в начале подумай, да, подумай о том, что ты говоришь, что Всевышний, там, слушай, Израиль, и что это все единство Всевышнего, и что это все полный супер, и что во время шмунайса, что мы там говорим, это благословение наших праотцов, что все, что, да, там, великая любовь, которая у нас есть благодаря нашим праотцам, опять же, кавана по поводу каваны мы учили, у кавана, у каждого своя кавана, да, то есть нету, конечно, есть книжки, которые описывают, что, какая должна быть кавана, что нужно подгрузимовать и так далее, но мы люди простые, смертные, да, хотя бы подумать о том, что там написано, хотя бы подумать о смысле слов, сразу могу предупредить, что когда ты молишься шмунайса и думать о том, что как хорошо вы пожираете, главное, кошерную еду, это не называется кавана шмунайса, это очень хорошо кушать кошерную еду, но это не является каваной шмунайса, каваной шмунайса или шма-исре, хотя бы, минимум, то, что там написано, да, то есть, скажем так, религиозные мысли, не связанные с молитвой, не являются правильным намерением во время молитвы, это очень важно, религиозные мысли, хорошо, что вы думаете, но, как говорится, всему свое время, молитва отдельная, жертва отдельная, мухи отдельная, котлеты отдельная. Нет, первое благословение, да, в каждом благословении, да, кроме первого, первое, give credit туда нашим мудрецам, которые знают, что они там писали, да, можно о чем, да, йом-йом же, но он написал, например, не по прошлой неделе, что если человек не знает все там правильные колонны, то нужно иметь в виду, что перед кем-то стоишь, чтобы все души, я уже когда цитировал на уроке именно этот йом-йом, но дальше, то есть, там, где имеется в виду, что ты должен задуматься хотя бы о смысле слов, right, 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 поэтому я габарь, да, блин, просто габарь, таки, миша берег, и все же. Окей, дальше. Да, вы кидаете парагбет Дебрахот, да, что это описывается, подобная вещь в начале второй главы Масах Дебрахот, там описывается, что первое предложение Митсва подразумевает под собой кавону, намерение, то есть, ты должен быть, дальше, после первого предложения в Шма, заповедь выполняется чтением, достаточно чтения, конечно, он говорит, что этого недостаточно, нужно еще много всего, но точно так же, Шма наюса, первое благословение, необходимо кавона, дальше достаточно того, что ты читаешь, и это действительно алоха, это закон, это не так, как мы говорим о духовных вещах, что это желаемо, там, это хорошо и так далее, нет, есть алоха, которая говорит о том, что нужно чуть-чуть побыть духовно, да, ясно, да, вопросы, можно их отдать, а, как раз, наоборот, мальчики, а мы его не мешаем, где-то, дальше, мы после точки начинаем с вами, да, то есть, другими словами, так, как тебе Алтареба объясняет более духовную точку этого зрения, опять же, мы здесь не говорим о том, что он полностью перечеркивает то, что нужно кавону, он подходит к этому с гораздо более глубокой точки зрения, он говорит, то есть, душа, душу не нужно исправлять, заповеди не исправляют душу, так, ведь кавона откуда идет? из души, кавона это интеллектуальная работа, это не, нет, это не кавона, это истерика, да, кавона это именно интеллектуальная работа, это та концентрация, которая должна быть во время молитвы, а? я целый день концентрировал да, а теперь, так, как мы говорили в предыдущих главах, что божественная душа приходит сюда только для чего? чтобы исправить животную душу, исправить наше тело, исправить материальный мир, так? да, нашей душе заповеди не нужны для того, чтобы выполнять желание Всевышнего, она и есть желание, то, чтобы желание Всевышнего, она и есть часть Всевышнего, от человека, желание неотъемлемо от самого Всевышнего, соответственно, желание неотъемлемо от души, то есть, для нее не нужно выполнение заповедей, заповедей нужно для нашего тела, да, Соответственно, так как кавана, Алтареба уже на более глубоком уровне объясняет причину тому, что не нужна кавана, нет необходимости в каване для выполнения заповедей, так как кавана происходит из нашей божественной души, но нашей божественной души не нужно выполнение заповеди, для нее это ясный перец и так, что есть Бог. Соответственно, от заповедей пришли для того, чтобы исправить нашу животную душу, соответственно, кавана не нужна для выполнения заповедей, потому что все назначение выполнения заповедей это исправление нашего тела, а кавана не является частью нашего тела, поэтому необходима речь, хотя бы в таких самых духовных заповедях, которые выполняются речи, как молитва, шма, изучение Тора, потому что в данном случае речь имеется в виду действие, речь, то, что мы произносим. Да, есть? Вопросы, кто хотел спросить? Нет? Окей, не хотите, не надо. Да, душа приходит только для того, чтобы спустить бесконечный божественный свет и исправить животную душу, жизненную душу. Да, вагув, да, и наше тело, а лидео тьёта дебур, да, с помощью букв речи, да, ведь мы говорим буквами, мы не говорим на самом деле звуками, да, ведь звуки просуществуют, потому что есть буквы. Эти звуки, как бы, буквы, это своего рода ноты звуков, которых мы произносим. Звуки произносим. А, ведь что такое музыка? Музыка, когда мы запечатаем музыку, да, как мы знаем, что в музыке есть ноты, по которым мы читаем. Не читайте, а пою. А? Да, если я пою, то я пою от души, потому что ноты я не знаю. Окей, да, это, кстати, самый важный поинт ксидуса, да, то есть, но когда, как мы знаем, что это звук, ведь это звук, он записан теми же самыми нотами, которые являются буквы. Буквы, да, но буквы, это есть ноты нашего звука, которые произносим, которые произносился тогда, когда писалась эта книга, да, именно потому, что не все знают ноты, и не все знают буквы, поэтому ксидус говорит о том, что работа человека, который не умеет читать, но у него просто душа поет, да, она может быть гораздо больше тем, который хорошо знает все буквы, да, и читает по нотам, и никакой там импровизации. Думает, что тот, который знает все буквы, это академическое классическое исправление, а тот, который поет, что и не знает, ну вот это может быть джаз. Окей. Завтра. Это тоже про иврея? Да. Да. Так как наша душа говорит с помощью пятью способов, с пятью частью нашего рта, пятью частями нашего рта, то есть здесь пять каналов, через которые выходит звук, да, это и есть проявление нашей души, нашей души в теле, а все назначение заповедь, именно чтобы тело выполняло заповедь, не душа, то есть путем того, что мы выполняем заповедь практически, мы произносим слова Марии, мы произносим слова Торы, мы замыкаем круг всего мироздания, причины всего мироздания, потому что в данный момент наша душа управляет нашим телом для выполнения желания Всевышнего, и Алтарево специально опять же берет именно пример речи, потому что это, казалось бы, более духовная вещь, чем просто действие, чем, там, я не знаю, молотком стучать, когда суку строишь, да, то есть, да, согласитесь, что когда ты, там, молишься, ты считаешь, что выполняешь более духовную работу, чем когда ты строишь суку, да, поэтому много евреев берут, там, арабов, которые строят там суку, потому что это не так духовно, ну, forever. Да, а потом на крышу, там, одну ветку положил, и заповедь выполнил, ажон, да. Кто наше учился, а? Так кто наше учился, сколько рабов? Ежно все ехало на всех, а? Ежно всех арабов. Достаточно нужно, нет, мне кажется, неправильно понял, все эти люди будут считать, что заповедь, выполнение, выполнение заповедей, что суку нужно брать арабов, везем зачитать, думать, а где же взять столько арабов, да, нет, 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 можно взять мексиканцев тоже. Нам уже через дорогу построили, ребята, что и в школе. Окей, есть некоторые люди волнуются, что я говорю политически некорректные вещи, а все записываются, окей, ничего страшного. Нет, 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 так не понимают веры своей спорте. Anyway, да, теперь, что значит, что наша душа управляет нашим телом во время выполнения заповедей, который выполняется речью? Здесь алтаром говорит, что есть пять каналов, через которые выходит наша речь, да, кто знает, какие пять каналов, ну, донтисты? Давайте подумаем, горло, гортань, зубы, губы, язык и десны, десны или челюсти, да, это все то, что задействовано для произносения звука, так? Я животом разговариваю, когда я очень голодный, он пулькает, вот тогда я очень громко разговариваю. То есть, это просто практический пример, практический пример, как душа управляет нашим телом для выполнения желания Всевышнего. Душе, это не нужно, душа может выполнять заповедь без гортани языка, зубов и так далее. Да, для души выполнение заповедей, то есть, нету такого действия, потому что она и есть, можно сказать, заповедь, она и есть часть Всевышнего, а желание неотъемлемо от Всевышнего, чье желание является заповедью. Все назначение души именно выполнение заповедей в нашем материальном, в нашем теле, да, поэтому если даже ты не задумываешься о том, как твоя душа одевается в пять каналов воспроизведения звука, когда ты выполняешь заповедь в изучении Торы, это тоже неплохо, you know. Передача информации происходит в любом случае, зная, что задействованы пять каналов, или не зная, что задействованы пять каналов. Когда ты говоришь хорошие вещи, когда ты говоришь плохие вещи, это не зависит абсолютно от того, какие каналы задействовали. Это просто те tools, которые использует душа, если мы там, как бы, разложим все по полочкам, для того, чтобы выполнять заповедь, для того, чтобы воспроизводить звуки. Что? Чем говорить? Да, да и в этом году таки да, строил звуку. Окей, дальше. Так. И так же в практических заповедь, которые ты выполняешь, именно действие, уже не речу. Ша-нефеш ушса бешарай бешар еврегу. Что душа выполняет их другими органами тела. Да, то есть все назначение, чтобы тело двигалось. Да, чтобы душа управляла тело, когда выполняется заповедь, и наше тело выполняет просто желание Всевышнего. Еще раз. Кована это не нужная вещь. Мы сейчас как раз вернемся как раз к тому, что кована очень важна. Но давайте я могу привести простой пример из своей семейной жизни. Я думаю, семейной жизни любого другого человека. Да? Да. Кто-то живет там в доме. Я не слушаю. Да, почему я слушаю? Особенно Илья может сейчас со мной согласиться на 100%, который недавно пережил ремонт. Да? Да? И еще до сих пор переживает. Да? Когда живешь в доме, у тебя всегда есть что делать. У тебя всегда есть что делать в доме. Я могу посоверить. Да? То есть всегда там где-то что-то подкрутить, где-то что-то подвесить и так далее. Я знаю об этом честно. Моя жена, дай бог здоровья, она большой молодец. Не то, что я лежу, ем, как я рассказал перед уроком, анекдот с украинцем, который ест сало, а жена кроет крышу. Нет. Не то, что я там ем сало, а она кроет крышу. Но меня много пилят о том, чтобы я там что-то сделал. Что обычно я отвечаю? Завтра война. Нет. Я отвечаю, ты знаешь, я сегодня уже об этом думал. Да, я действительно думаю о том, что нужно там поменять, прикрутить какие-то полочки. Я действительно думаю. Но жена не перестает пилить. Все равно нужно вешать полочки. И полочки не повесятся от того, что ты об этом думал. Да? Это очень важно. Знаешь, ты думаешь, какие тебе нужны инструменты, какие болтики, как это правильно сделать. Ты делаешь план, чертежи и так далее. И может быть в тот момент, когда ты как раз делаешь действие и прикручиваешь эти полочки. Это будет очень смуз. Это будет очень элементарно. Вот ты так долго думал, готовился, повесил полочки. Но эффект от того, что ты долго думал и повесил полочки, или не думал вообще и повесил полочки, он абсолютно одинаковый. Абсолютно одинаковый. Нет, не то, что кого нам мешает, она может быть помогает. И то, что ты об этом думал и готовился, и долго покупал нужные инструменты и так далее. Это может быть помогло в конце концов для воспроизведения конечного результата. Но конечный результат абсолютно не отличается с подготовкой или без подготовки. Вопрос в процессе. Когда жена хочет, чтобы повесил полочки, ты повесишь так, как она этого хочет. Долго ты готовился, недолго ты готовился, но они будут висеть только так, как она. Да, степень твоего удовлетворения будет совершенно другой. Поэтому нужна кавана. Кавана, абсолютно правильный, правильный поинт. Кавана дает степень твоего удовлетворения. Но результат тот же самый, тот же самый с заповедью. Сколько ты готовился и думал, и учился и так далее. И потом ты одел тфилин, или ты одел тфилин просто на улице. Результат один и тот же. Та же самая рука, та же самая тфилин точно так же они на тебя одеты. И есть действительно, существует подход такой, я когда-то спорил с одним своим другом, который говорил, что вот в Хабаде неправильно подходят, они кому угодно тфилины взяли, одели вверх ногами, не вверх ногами, хочет или не хочет, все подфилинили и поехали. Нет, правильно он говорит, нужно так. Человек должен сесть, выучить смысл заповедей тфилин, подготовиться, быть к этому морально готов. После этого для него должно быть как что-то тайное. Вот он понимает, и он пришел и одел тфилин. Ну, эффект один и тот же. И сколько лет прошло с того? Это во-первых, все это время он мог уже одевать тфилин, и было бы гораздо больше эффекта. Полочки висят и так, так или иначе. Потому что Всевышний хочет, чтобы они висели так, точно так же, как твоя жена хочет, чтобы эти полочки висели так, Всевышний хочет, чтобы так были одеты тфилин, и они будут одеты именно так, как он этого хочет. Я это говорю, чтобы она не расстраивалась. Нет, шучу, шучу. Окей. Дальше. Теперь. Здесь Алтер Эбе возвращается к важности кого-нибудь. Как я сказал, что в начале предисловия, в начале урока, что на основе всего же мы говорим последние несколько месяцев, когда мы учим с 35 главы до сегодняшнего дня, создается впечатление, что нужна формальность. Да? Полочки висят? Хорошо. Что? Как? Как ты хотел? Хотел ты эти полочки, чтобы они висели? Не хотел ты эти полочки, чтобы они висели? Важно, что они висят. Но есть важность в глазах, что хорошо. Просто. А судьи кто? Жена. Жена. И ею подобное. Вот он-то и сует. Для него ты не знаешь, что значит хорошо. Да? Если ты выполняешь все, как это описывается, это хорошо. Но... Это уже нехорошо. Но никто не знает, что лучше. Кто больше доставляет ему удовольствие. Длинная история, когда кто-то спать, да, урезали, кто-то хлеба приносил, когда... Длинная история. Да. На пейсика я его сказал, если я правильно помню. На сцене. Я тоже не слуху. Да. Он приносил хлеб, а слуха... Не слуха. Ну, окей, это очень длинная история. Мне надо вам говорить, это очень хорошая история. Я очень-очень люблю, но... О том, что такое чудеса, там... Очень хорошая. Но она действительно очень длинная. Окей. И... Действительно, может создаться впечатление, что Алта Рэбе просто такой простой парень, который говорит, что главное... Это форма, содержание, не важно. Да? Главное, расслабься, делай то, что нужно. И все такое, одну... Секунду. Причем, просто приза, а то нужно включать телефоны. Алло. Алло. Бараха шамшалам алейкум раба гумбек. Как я сказал, что это противоречит всей идее хасидизма, который нужно уйти от формальности. Что... Как Рэбе когда-то сказал, что хиппи спасли Америку. Да? Все знают это выражение. Почему? Кто? Что хиппи... Нет, нет, это другое. Хиппи... Что хиппи спасли Америку. А что там? А ты еще читал? Нет. Он говорит, ну, я знаю, это я видел то, что раньше, когда-то что-нибудь присылал, но идея в том же самом. Он говорит, что что такое был... Голико, безпосредней. Кто такой был американцем? Кто такой был американец? Да, это американец, который по расписанию. Он вставал. У него всегда кофе, бейгл, газета в кармане. Он садился на трейн. Всегда в одной... Там всегда одинаково одет. Все. Он шел на работу. Не дай бог... Да, отойти в сторону, шаг в сторону. То есть, если в Америке, в американское общество очень конформистское. То есть, именно, становится к форме, да, к форме, чтобы, как мы знаем, там ходят на работу, чтобы все были одеты так. Даже мне один раз сделали замечание, я на динер какой-то пришел без галстука, и мне сказали, как, 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 ты что, ты же религиозный человек, как ты мог без галстука? Диннадцать. Я рассказал, что хиппи, которые появились, он говорил еще о первых хиппи, там, Аллен Гринберг, там, первые, там, прям, это самое, которые показали, что, ну, вот, то есть, не так страшно, если ты там ходишь с длинными волосами, не так страшно, если ты выглядишь не так, как все, не так страшно, если у тебя длинная борода в мрамах. То есть, человек может, человек не обязательно должен быть конформистом, соблюдать все правила общества, в котором он находится. Благодаря этому появилось огромное количество большев. Да, мы знаем, там, из-за того же Равкалбаха, который ездил на Вусток, и Рэбби ему дал броху для этого, и Равкалбах просто, там, собрал огромный урожай евреев через хиппи. Сегодня целый город в Израиле есть хасидов Равкалбаха, да, которые, там, выросли, там, до сих пор такие же комуды, тот же нон-конформист и так далее. У меня просто действительно очень много друзей, то есть мой Хавруса, мой Хавруса был сыном личного секретаря Равкалбаха, да, и который, там, его папа был, там, художником из Техаса, мама была художником из Бразилии. Аниверситет Равкалбаха на очередном, там, каком-то фестивале сегодня Борум Хашем, слушай, я с ним вместе с ним ходил со своим Хаврусой, да, религиозные люди, он, Борум Хашем, религиозная семья, он живет в Питтсбурге, его родители в Израиле, в Байтвагане, слава Богу, да, это то, что имел в виду Рэбби. Что хиппи показали, что не все должны ходить в строю. Это же самое сделали хасиды. Кто такие были хасиды? Кто такие были первые хасиды? Нет. То же самое, они были те же самыми хиппи, да, как первые рабы, им они ходили, блуждали, там, из места в место, там, тусовались со всеми, пели песни, танцевали, и там, и все по-простому, и так далее. Курили трубку, да, рыбнагом курил трубку, рыбнагом курил, да, это было то же самое, то есть, это показалось, что необязательно, что должно быть формализм, да, ведь идея ортодоксального иудаизма, который был до распространения хасидизма, это то, что, главное, форма, главное, что все ходили одинаково, как сказал один присутствующий здесь, который попал в одну литвую синагогу, говорит, что там все как построю, все одинаковые, да, Идея, да, да, особенно для спонсоров, да, очень радует глаз, все вышли, да, все в одинаковых шляпах, там. Не, ну, наш рабат, то убили, он в двух десенях то же самое, все в треймалах, все в треймалах, все в треймалах, все в треймалах, все в треймалах. Япи Мангетани, это бывший хиппи, да, точно так же и здесь, да, путь там, пу, а, уже где-то, да, путь хасидуса был в том, что, да, была ломка каких-то рамок, но, естественно, любой нонконформизм, это прежде всего конформизм, это прежде всего создание каких-то других рамок, и это вся идея хасидизма. А тут Алта Рэбе, получается, вообще говорит о полном формализме, да, полном, вот, главное, как ты там отстукал свою суку, там, что ты думаешь, твоя духовная работа абсолютно не важна. Нет, на самом деле Алта Рэбе просто все, как известно, все переворачивает с ног на голову, да, как известно, что Таня, тем более Таня, сама книжка, она как раз о духовной работе. Именно о нашей духовной работе, о личной духовной работе, а не только о формальности, да, и, кроме того, Таня действительно это книжка, которая все переворачивает. И Алта Рэбе все это объясняет действительно совершенно другим революционным образом. Он говорит именно о важности каване, каваны, но подходит к нам с другой стороны, да, как я сказал, Таня, все переворачивает в с ног на голову, все помнят истории, о которой мы рассказывали на Фарбрейгене? На Фарбрейгене, на Хайл, не помните, не помните? Помню. А? Если не напомнишь, Хайл бывает, да? Что Хасиды, когда издали Таню, когда издали Таню, у Хасиды была такая история, которая объясняла, что произошло, когда издали Таню. Что Райф с Галем? Помню, нет? Я же не помню, я не помню, я не помню. Да, все помнят или напомнят, нет? Окей, что в аду был пожар, да, ну, как говорится, рано или поздно должно было это произойти, там столько огня, черти там пьяные, и все такое, не доигрались, и все сгорело, весь ад сгорел. Ну, короче, в аду собрали деньги, и сделали новый ремонт, новый, построили новый ад, просто супер, да, там, в джакузи, в каждом номере, там, горячая вода, бездета, в общем, построили слово техники, новый ремонт, в стареньком раю, все начали возмущаться, как это так, мы живем в этом рухляте, а в аду такой, 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 этот самый, люкс, такой, такой люкс. Короче, собрались там наверху, подумали умные люди, и решили, что, сделали постановление, что рай переедет в ад, а ад переедет в рай. И теперь старый ад стал новым раем, а старый рай стал новым адом. Говорят хасиды, что когда Ребе создал книжку, когда Алта Ребе написал, была издана к Тане, то это то, что произошло в еврейском мире, все переменилось с ног на голову. И поэтому Алта Ребе здесь, когда он говорит о ковоне, он говорит о ковоне, он не говорит только о формализме, он говорит именно о духовной работе, вся книжка этому посвящена, но он подходит к этому совершенно другим путем. Окей, продолжим на следующем уроке.